Люди идут и смотрят, а я сползаю по порожкам и на карачках залезаю, а женщины мне говорят, вам помочь, я говорю, нет, спасибо, мне никто не сможет помочь, я только сама должна. Мне стыдно от людей просто стало, вот так, наварились на мне и хорошо, сняла свои гробовые. Вот за домом у меня вывалилась стенка, а когда вывалилась эта стенка, ну что мне делать, когда к пятаку обратилась, он направил письмо соцзащите, пришли девочки, две, ну не девочки, женщины можно сказать, да. Ну, короче, они посмотрели и сказали, что мне нужно душевую кабинку сделать и пантус откидной на порожках. Заказала фирма «Эксперт», вот этот пантус никому не нужный. Пришел он с фирмы или нет, я не знаю, молодой человек, зовут Виталик его. И вот он говорит, вот эту мы перегородку выбросим и мы сделаем пантус. Я представляла, что он по дороге будет, пантус как-то спустят и по дороге. Никто мне не объяснил ничего, я вообще возражала, он мне не нужен, мне вот с порожка и все. А он говорит, а у меня бабуля заказ, если вы откажетесь, не позволите мне делать, я попаду на большие деньги. Я вас прошу, я сделаю, а вы тогда его разберете, примут у меня этот заказ. Ну, что, жалко человека, какая мне разница, пусть. А когда он начал делать вот это вот, я в ужасе была. Да, но зачем мне? Во-первых, машину во двор не загнать. Ну, а этот, который делал пантус, говорит мне, давайте я его выкуплю. Я говорю, да ты не выкупай, ты купи на забор железа. Забор-то надо здесь, все разгорожено. А он махнул рукой и все. Не надо, значит, ему это. Он бы мне копеечки дал за этот пантус. А соцзащита сказал, 350 тысяч он стоит. Эта соцзащита выделила денежки. Вот так. Наварились на мне и хорошо. Ну, самое главное, вот это тут меня вымораживает пантус. Соцзащита, мы вам его дарим. Он мне нужен. Разберите, сдайте железо. Я что, на 50 тысяч железо сдам? К кому обращаться, чтобы мне оказали помощь. И он мне не нужен абсолютно. Ну и что, я сняла свои гробовые. Закупила трубы, железо. Ну, старший сын брал парня, помогал ему. Им заплатила, короче, на 50 тысяч обошелся мне этот забор. А кто? Значит, это у них уже денег нету. Все. И я сижу без денег, кукую. А поставили вместо душевой кабинки, тазик, не тазик, я не знаю, что вот сюда вынесли стоит. Они поставили теперь вот корыто углубленное. А что мне, как мне купаться, я ноги не поднимаю кверху. И как купаться там? Я не знаю, заложили они кирпичами. Две стопки кирпичей было, белые и красные. Там уже ничего нет, я не знаю, куда они вывезли, выкинули или что. Вроде бы заложили и клеем замазали. И все. Ну, если что, пройдите, посмотрите. Я не знаю, что. Я не могу туда дойти, доползти даже. И теперь что, слышимость. Соседи ходят, я слышу, как будто они у меня тут живут. И с одной, и с другой. Соседи тихие. Пусть мне выделят деньги за пандус, частицу. Мне хотя бы сто тысяч дали. И пусть забирают, а мне не нужен.